Девушки отдыхают Несмотря на очень доступную цену, GEMX W120 предлагает неплохой дизайн с яркой подсветкой, удачную эргономику и отличные рабочие характеристики. В общем, все, что нужно начинающему геймеру. Но первое, что впечатляет в этой мыши – подсветка. Стоит только подключить аксессуар к компьютеру и выгравированный на корпусе Скорпион начинает переливаться разными цветами. Выключите в помещении свет и вы получите неплохой торшер. Но шутки в сторону. Кроме стремительного дизайна и яркой подсветки, этой модели есть чем похвастаться. К услугам пользователя 6 кнопок, среди которых удобное колесо прокрутки с прорезиненной поверхностью, чуть выше – кнопка переключения режимов. Основные поверхности имеют матовую фактуру и в повседневном использовании вполне практичны. По утверждению производителя, корпус покрыт качественной краской, рассчитанной на длительное использование. Что ж, нет повода не верить. Полутораметровый кабель с тканевой оплеткой и крупным USB-коннектором тоже внушает доверие. Основные кнопки G-Mix W120 имеют четкий ход, но нажимаются легко. Такая мышь будет хорошей рабочей лошадкой для начинающих игроков, которым нужен недорогой и надежный аксессуар без множества дополнительных функций. Дизайн игровой мыши G-Mix W130 выполнен в лучших традициях жанра. Доминируют агрессивные формы и присутствует разумный баланс глянцевых и матовых поверхностей. Основные зоны имеют матовую фактуру, а немного глянца оживляет дизайн без ущерба для практичности. Аксессуар очень легкий, всего 115 грамм, что позволяет ему легко и бесшумно скользить по поверхности стола или коврика. К компьютеру или ноутбуку мышь подключается традиционным проводным способом, зато кабель здесь универсальный 1,8 метра. Такая длина позволяет подключать W130 как к ноутбукам, так и к десктопам. А прочная тканевая оплетка гарантирует долговечность. На верхней панели находится прорезиненное и довольно удобное колесо прокрутки. Две основные кнопки и одна дополнительная для переключения режимов. Еще две кнопки притаились на левой боковой поверхности, это клавиши вперед, назад. Ну а в играх их можно использовать, к примеру, для переключения между разными типами оружия. Во время работы на эти кнопки ложится большой палец, так что работать с ними тоже удобно. Хорошее впечатление производит нежная, но очень эффектная синяя подсветка. Подсвечивается колесо прокрутки и тыльная часть аксессуара снизу, навевая мысли о футуристических гоночных болидах с подсветкой днища. В работе аксессуар не разочаровал. Ход кнопок мягкий, но очень четкий и скорость реакции на хорошем уровне. Jemix W130 можно рекомендовать как недорогое и универсальное решение для игр в самых разных жанрах. Но в первую очередь речь идет о шутерах. Вместе с мышью можно купить коврик Jemix W01, так сказать на сдачу. Стоит он всего 40 гривен и имеет универсальный размер 250 на 200 миллиметров. Такой коврик подойдет для любой мыши и любых задач, но изображение не позволит вам забыть об его истинном предназначении. Основание коврика резиновое, так что по поверхности стола он скользить не будет даже в самые напряженные моменты игровых баталий. Одного взгляда на Jemix W210 достаточно, чтобы убедиться, что клавиатура создавалась специально для геймеров. На игровую направленность аксессуара здесь указывает практически все. Характерная форма и эргономика, яркая регулируемая подсветка, а также ударостойкая и влагозащищенная конструкция. Отметим и то, что символы нанесены на поверхность клавиш методом лазерной печати, что делает их более устойчивыми. Для геймерских аксессуаров это очень важно, ведь клавиши здесь используются с особой интенсивностью. Эргономика продумана до мелочей. Небольшой выступ под запястье сделан из приятного на ощупь материала с ромбовидной фактурой, на которой не остаются отпечатки пальцев. Клавиша пробел имеет небольшие углубления для большого пальца по обеим сторонам. Сверху находится ряд служебных клавиш для управления воспроизведением, регулировки звука, а отдельное колесико служит для изменения уровня подсветки. Используются красные и синие светодиоды. Если выключить в помещении свет и выставить уровень подсветки на максимум, аксессуар будет выглядеть очень ярко и стильно. На нижней панели имеются 4 резиновые ножки, благодаря которым клавиатура не скользит по поверхности стола. При необходимости можно изменить угол наклона за счет выдвижных пластиковых опор. Играть с Jamix W210 одно удовольствие, несмотря на то, что среди игровых клавиатур это относительно недорогое предложение. Набирать тексты и работать тоже удобно, если конечно у вас получится абстрагироваться от основного предназначения этого аксессуара. Игровая гарнитура Jamix W360 выполнена в той же общей стилистике, что и другие аксессуары игровой серии Jamix. В цветовой гамме используется беспроигрышное сочетание черного и красного. Гарнитура получила прочный каркас из практичного немаркового пластика. Мягкое оголовье обито приятным на ощупь материалом под кожу, прошитым черной нитью. Выглядит очень эффектно. Размеры оголовья можно гибко регулировать. Субъективно гарнитура по размеру подойдет практически каждому. Микрофон находится на специальной ножке, которую можно расположить под нужным углом или отогнуть параллельно оголовью, если общаться во время игры вам не нужно. Длина кабеля в черно-красной тканевой оплетке составляет целых 2,5 метра. Хватит для любого формата использования. На конце кабеля сразу два коннектора 3,5 мм для аудио и микрофона. Если же в вашем компьютере или ноутбуке комбинированный разъем, можно воспользоваться комплектным переходником. Закрытые амбушюры обеспечивают хорошую звукоизоляцию и не доставляют дискомфорт. Не скажу, что эта гарнитура практически не ощущается, но в целом она не утомляет даже при многочасовом использовании. Звук качественный, с хорошими басами, однако нужно учитывать, что перед нами недорогой аксессуар, от которого наивно было бы требовать чего-то запредельного. На проводе есть небольшой пульт, который тоже выполнен в общей стилистике аксессуара, стремительная форма и острые углы. В основном он используется для регулировки громкости и будет очень кстати, ведь во время игры не очень удобно искать нужную кнопку на клавиатуре. Субтитры подогнал «Симон»!